Мы наглядно демонстрируем, что с человеком будет, если он будет продолжать курить. Люди в образе смерти с сигаретами-автоматами через плечо изображают тот самый непоправимый ущерб здоровью курильщика. Их задача разыграть театральное действие, призывая людей затянуться и потом расстрелять их из сигареты, как из автомата. Под белыми масками смерти студенты. Участие в акции для них это выражение личного отношения к табакозависимости. Таким образом я выражаю свое отношение к курению. Курение это зло, запомните. Поэтому бросайте курить, кто курит. С никотиновым бескультурием в Донецке борется и духовенство различных религиозных конфессий. Отец Василий выражает особое беспокойство по поводу будущего нации, так как количество курящих мам постоянно увеличивается. Мы знаем, что на сколько молодь, зараз втягнута курение, молодые женщины, девчата. На игре говорили, что внутриутробно, когда уже вагитная женщина, и на колу облитной воды, те, кто курит, у них уже можно сказать, потому что запах никотина, на них там уже... Борцы с сигаретным дымом прошли по зонам Донецка, свободным от курения и распития спиртных напитков. Еще в 2006 году городской совет признал 23 таких места. Все скверы, парки, практически все центральные улицы. Курить также запрещено во дворах домов, школьные учреждения, дворы школ, дворы детских садиков. Полностью вся улица Артема, соответственно, бульвар Пушкина, площадь Ленина. В реальности, если правильно соблюдать зоны, то курить можно, наверное, только на балконе у себя дома. Украина бросает курить! В акции приняло участие более ста человек. Это учащиеся в вузах, а также представители социальных и религиозных организаций. Шествие прошло по главным улицам Донецка, которые являются свободными от курения. Прохожие встречали активистов с улыбкой. Как выяснилось, в Донецке немало людей, которые негативно относятся к табачному дыму, как в родном городе, так и в собственных легких. Те люди, которые курят, у них есть как бы их заболевания, которые считаются как бы профессиональными, потому что они курят. Шахтеры, которые работают, как известно, у них легкие за пылины, всякой гадостью. А так ты сам себя, допустим, убиваешь сигаретой. Ежегодно в Украине от никотиновой зависимости избавляется 200 тысяч человек. Организаторы и участники «Зеленого шествия» уверены, что это число существенно увеличится именно за счет жителей Донецка. Александра Христенко, Алексей Логвин, Панорама.